Субтитры делал DimaTorzok Играет Как мы видим, состав достаточно разношерстный Поэтому, скорее всего, будет, как мне кажется, много результативных, зрелищных партий Поскольку, все-таки, когда состав разношерстный, всегда встречается, например, более слабый с более сильным Конечно же, самый оптимальный результат — это победа более сильного участника Но, может быть, будут и какие-то сенсации Давайте, друзья, посмотрим, как закончился первый тур Попрошу вас поставить лайк до начала просмотра Это позволяет видео продвигаться в рекомендациях Давайте поставим рекорд по лайкам на первом видео И внимание на экран В первом туре играли Прежде чем приступить к обзору интересных партий, давайте поговорим о контроле Который применяется на данном супертурнире Применяется здесь самый, что ни на есть, классический 7-часовой контроль Когда на первые 40 ходов вам дается 100 минут Ну, то есть не вам, а игрокам Кроссмейстерам Далее идет у нас на следующие 20 ходов добавка полчаса И после 60-го хода идет еще одна добавка в виде 15 минут И также добавляется каждый ход 30 секунд То есть вот такой вот длинный, очень, можно сказать, контроль По которому, я думаю, игроки очень сильно соскучились Поскольку вся эта пандемия, все эти интернет-баталии изрядно всем поднадоели В случае дележа первого места между двумя участниками Играются две дополнительные блиц-партии с контролем 5 минут и 3 секунды добавления на ход В случае необходимости Армагеддон Где у белых 5 минут, у черных 4 С добавлением 3 секунды на ход, начиная с 61-го хода И черных устраивает ничья В случае дележа первого места более чем двумя участниками Определяются двое, кто сыграет тайбрейк По дополнительным показателям По личной встрече По коэффициенту Зоненборн Бергера По числу побед черными И также, соответственно, по жеребьевке Игра у нас будет проходить с 16-го по 19-е января 20-го выходной 1-й С 21-го по 24-е января 25-го второй выходной день С 26-го по 27-е января И третий выходной день 28-е января После чего соперники То есть игроки Играют дополнительно Вернее, не дополнительно, а заключительные Три игровых дня С 29-го по 31-е января Начало партии в 16 часов По московскому времени Последний тур начинается на час раньше Ну а теперь, когда вы полностью обладаете всей информацией Давайте приступим к обзору партии Этого замечательного супер-турнира Белыми играл Андрей Есипенко Черными играл Янг Шиштов Дуда Прежде чем приступить к обзору партии Я не могу не отметить того факта Что организаторы супер-турнира в Вейконзе Оказались совершенно не готовы в техническом плане Как только любители шахмат Включили свои компьютеры Зашли на любимые сайты Они могли лицезреть очень оригинальную картину Напротив пары Аниш Гири-Ариан Тари Красовался результат 1-0 И все задавались мучиливым вопросом Почему Аниш Гири получил Уже фактически победу до игры Что случилось? То ли с Арианом Тари что-то случилось То ли он не пришел на игру Официальный сайт просто упал Просто оказался совершенно не готов к тому Что оказывается люди Любители и знатоки шахмат по всему миру Очень сильно соскучились Сидя в своих квартирах тесных Играя в интернете Соскучились именно по вот этой вот самой Живой игре Игре где Люди не играют посредством веб-камер А сидят друг напротив друга И действительно эта игра совершенно отличается От игры по интернету Так вот сайт официальный рухнул Три партии из семи только начались И действительно случился какой-то коллапс Все писали друг другу Ничего не понимали Но в результате потом пришла официальная информация Что столкнулись с техническими проблемами организаторы Но вскоре все решат Ну и действительно спустя где-то примерно час Все восстановилось Позиции ходы значит появились Результат неправильный То что Аниш Гири победил до игры Был исправлен И собственно теперь я и приступаю к обзору партий Е4 играет Андрей Есипенко Е5 отвечает Янг Шиштов Дуда Конь Ф3, Конь Ф6 Конь бьет Е5, Д6 Конь Ф3, Конь бьет Е4 Д4, Д5 Итак, польский игросмейстер сделал ставку на русскую партию Слон Д3, Слон Ф5 Рокировка Слон Е7 Водя Е1 рокировка Конь Д2 И здесь Янг Шиштов Дуда Играет Конь Д6 Отказываясь от разменов Уходит Конем И сохраняет пока фигуры на доске Слон на поле Ф5 защищен Конем Конь Ф1 С6 Слон Ф4 Слон бьет Д3 Ферзь бьет Д3 Конь Д7 Ферзь Б3 Конь Б6 А4 Конь С4 Сыграли черные Ну и позиция оказывается абсолютно равной Белые играют Конь Е5 После Конь Бьет Е5 берут пешкой Чтобы попытаться использовать преимущество по центру Конь Е4 Конь Ж3 Конь Бьет Ж3 Ферзь Бьет Ж3 Ладья Е8 Поскольку угрожал очень неприятный ход Слон Х6 Который вынудил бы черных расстаться с качеством Так как хода Слон Ф6 Так что ж такое Хода Слон Ф6 защищающего пункт на поле Ж7 У черных его бы просто не было Поэтому Ладья Е8 Ладья Д1 И вот теперь кажется что у белых вроде бы сохраняется Какой-то шанс на перевес Грозит С4 Но Ян Шишто Дуда все посчитал Играет Ферзь Д7 Не боится никаких призраков На С4 отвечает Слон Б4 Атакуя Ладью Слон Х6 Слон Ф8 Слон Е3 Друг друга соперники испугали Ну и после Ферзь Ф5 Уходит польский супергроссмейстер от противостояния Ладьи с Ферзем Нападает на пешку на поле Е5 И после СД Ладья бьет Е5 ДЦ БЦ Ладья С1 Находит точный ход Ладья Е8 Ян Шиштоф Дуда Ну кажется что вроде бы пешку можно забрать белым Но Андрей Есипенко на это не решился Если бы он взял пешку Вот эту самую на поле С6 То последовал бы ход Ферзь Е4 С двойным ударом на пешку на поле А4 И на Ладью на поле С6 Если белые начнут упорствовать Играя Ладья А6 Защищая пешку на поле А4 И нападая на пешку на поле А7 То следует очень сильный ответ Ферзь Б7 И теперь белые не могут брать на поле А7 Ладьей Потому что черные просто съедят на поле А7 Ферзем И поставят мат белому королю Поскольку Ладья на поле Е1 не защищена С другой стороны Ладья атакована Самое точное здесь сыграть Ладья Ф6 Ну и тогда черные просто забирают пешку на поле Б2 И получается опять же примерно равная позиция Значит после хода Ладья Е8 сыграл Ладья Д1 Андрей Есипенко уходя из-под этой самой связки Теперь висит пешка на поле С6 И на поле А7 Но Ферзь Е4 Нашелся точный ответ Нападаем на пешку на поле А4 Ферзь Ф4 Ферзь Бет Ф4 Слон Бет Ф4 Ладья Е4 Слон Е3 Ну и после того как полностью вся позиция упростилась После Ладья Бет А4 Ладья Бет С6 Ладья Бет 4 Соперники согласились на ничью Ну вот такая вот сухонькая Гроссмейстерская ничья С другой стороны я показал вам Хоть какую-то возможность Здесь было Значит какая-то возможность была Сохранить интригу за белых То есть попытаться сыграть на победу Хода молоде А6 Но точный ход Ферзь Б7 Наверняка был заготовлен Польским супергроссмейстером Поэтому Андрей Есипенко Ничего не смог здесь сделать Ничья абсолютно закономерный результат А мы с вами идем дальше Белыми играл чемпион мира Магнус Карлсон Черными играл Али Роза Феруджа Д4 Конь Ф6 С4 Е6 Конь Ф3 Д5 Конь С3 Конь Д7 Слон G5 Аш 6 Слон Аш 4 Слон Е7 СД И здесь Али Роза Феруджа Играет конь бьет Д5 Что сводит партию К ферзиуму Гамбиту Если бы он сыграл ЕД То получилась бы Карлсбадская пешечная структура Значит Конь бьет Д5 Слон бьет Е7 Ферзь бьет Е7 Е4 Конь бьет С3 БС Рокировка слон Д3 Черный подрывает центр белых ходом С5 Рокировка СД СД Б6 А4 Слон Б7 А5 Белые пытаются расшатать ферзевый фланг черных БА Ладья бьет А5 Конь Ф6 Ладья Е1 защищая пешку Ладья Д8 Ферзь А1 Ферзь С7 Х3 Белый делает форточку Итак Стороны полностью закончили развитие Позиция примерно равна А6 Ладья С5 Ферзь Ф4 Нападая на пешку на поле Е4 Ладья Е5 Магнус защищает Конь Д7 Ладья А5 И Али Роза Феруджа играет конь Ф6 Вновь нападая на пешку на поле Е4 И заставляя чемпиона мира высказаться Либо он будет продвигать пешку на поле Е5 Что даст Конечно черным великолепные шансы Поскольку они просто поставят коня Затем на поле Д5 У них будет великолепный Конь в центре Либо же Белым придется соглашаться на ничью Ходом ладья Е5 И тогда черные будут продолжать Также приставать к ладье Ходом конь Д7 Но вот здесь Магнус Карлсон Конечно удивил всех Поскольку показывает Что он действительно соскучился По настоящим Живым Боевым шахматам И Магнус Карлсон Применяет стратегический прием Который называется Имитация размена Суть его в следующем Что белые продвигают пешку на поле Д5 И после ЕД Не забирают пешку на поле Д5 А играют Е5 И ставят черным Очень симпатичную ловушку Во-первых, после этого затупляется слон На поле Б7 Белые получают великолепное поле Д4 в свое распоряжение И если бы сейчас черные ошиблись Например, сыграли конь Д7 То тогда черные сразу бы проиграли После ладья А4 Выясняется, что их ферзь застрял Он атакован и уходить некуда То есть белые сразу же побеждают После Е5 Поэтому пришлось играть конь Е4 Но тогда ферзь Д4 Белые полностью доминируют Ладья С8 Ладья А1 И после А5 Ладья Б1 Слон С6 Магнус применяет еще одно Очень ответственное решение Он играет Е6 С целью Попасть конем На поле Е5 То есть Магнус уже сжигает за собой все мосты Он жертвует Вторую пешку подряд Приходится Али Резе Ферудже Плыть по течению Забирать ФЕ Конь Е5 Теперь проблема в том, что Грозит ход Ф3 Вот для чего все это делал Чемпион мира Связка коня Вынуждает черных уйти ферзем Ферзь Ф6 И Ф3 Играет Магнус Карлсон Продолжая накручивать позицию Понятно, что скорее всего Магнус прекрасно видел Что после слон бьет Е4 ДЕ Конь бьет С6 Ладья бьет С6 Ферзь бьет Е4 Он проиграть никак не рискует Оставшись без пешки Но Магнус продолжает накручивать позицию Играет Ф3 И после конь Ж5 Ладья Б6 Нападая на слона Слон Е8 Ферзь Е3 И вот здесь наступил критический момент в партии Вот здесь, конечно же Компьютеры Могут только опровергнуть Гениальную Не побоюсь этого слова Игру чемпиона мира Магнуса Карлсона Но Али Розафи Руджа Не компьютер И он, конечно же Способен ошибаться Вот здесь вместо хода А4 Как сыграл Али Розафи Руджа Он предъявляет свой козырь Пытается отвлечь силы белых Своей проходной На самом деле Большой перевес давал черным ход Ферзь Д8 С двойной угрозой Во-первых Значит, поставили Под прицел ладью На поле Б6 И угрожаем перекрытием Ходом Д4 Таким образом Ни А4, ни Ф4 Со стороны белых не работают Надо играть ладья Б1 И тогда ладья Б8 Черным выгодно упрощение Поскольку у них Две лишних пешки Если они сумеют все разменять И погасить атакующий пыл белых То они просто победят Ладья Б7 Идея белых в том Чтобы попытаться Добраться до черного короля И дальше я вам показываю Самые точные варианты Ладья бьет Б7 Ладья Б7 Ладья Б8 Ладья А7 И после ладья А8 Вот здесь Если бы Это случилось все в партии Если бы Магнус продолжал Упорствовать Например, играть Ладья Б7 То он бы уже точно рисковал Проиграть Здесь же После хода Ладья Б8 Ферзь Б8 И точного хода Ферзь Б6 Прицепляясь к пешке На поле Е6 Угрожая ходом А4 Позиция Очень сложная Ферзь С8 Самая точная Теперь черный Ставит ловушку Нельзя забирать На поле А5 Пешку В случае ферзь Б8 Следует ферзь С1 Шах И, например, на король Ф2 Следует ферзь Б2 С двойным ударом На коня И на короля На слон Ф1 Следует ферзь Е3 Также с двойным ударом На короля И на коня Ну и на король Х2 Также следует Ферзь Ф4 С двойным ударом Поэтому Брать пешку Не могут белые Они могут сыграть Х4 Нападая на коня Тогда Конь Х7 Король Х2 Теперь уже ушли Из-под шахов Ну и самое точное За черных Здесь сыграть Конь Ф8 Укрепиться Отдать пешку На поле А5 После чего Получается позиция С лишней пешкой У черных Но белые могут Еще очень долго И упорно Обороняться Значит Критический момент После хода Ладья А8 Возникает После хода Ладья Б7 Тогда ферзь Д6 Ферзь Д4 И угрожают белые Отпрыгнуть конем К примеру Например на поле С4 И поставить мат На поле Ж7 Ладья Б8 И черные побеждают Вот такой вот Перегруппировкой На ладья А7 Ферзь Б4 Теперь Уходить на поле А1 Нельзя Из-за ферзь Шах И теряется ладья Поэтому приходится Играть ферзь Е3 Но тогда Д4 И черные Уже полностью Переходят в Контратаку На ферзь С3 Просто играют Ферзь Значит на ферзь С1 Просто играют Ферзь С3 Ну и видно Что у черных Две лишних пешки Одну они могут отдать Но в результате Все равно черные Играют здесь На победу У белых Никакой атаки Здесь нет Значит Это был критический Момент в партии После ферзь Е3 Ферруд же играет А4 Магнус играет Конь Ж4 Теперь уже только Ферзь Д8 С угрозой Д4 Но уже поздно Магнус играет Ладья Бьет Е6 Жертвой еще и качество Очень красиво ведет Борьбу Чемпион мира После Конь Бьет Е6 Ферзь Бьет Е6 Наступил второй Критический момент В партии Дело в том Что Сейчас у черных Есть Три хода Как Значит Поступить Можно отступить Королем на поле Ф8 Можно на H8 И можно Закрыться С слоном С поля Ф7 Два хода Из трех Проигрывают Форсировано И один ход Делает ничью И к сожалению Вот здесь Силы оставили Юного Гроссмейстера Который выступает Под нейтральным Флагом И здесь Алира Зафи Руджа Допускает Очень серьезную Ошибку Фатальный зевок Ход Слон Ф7 Последовал Если король Ф8 То это тоже Проигрывает Из-за удара Конь бьет А6 С угрозой Ферзь Ж8 Мат Поэтому Черные Вынуждены Брать коня Но тогда Здесь все Просто Здесь Белые Объявляют Форсированный Мат Черному королю Если после Хода Так давайте Вернемся Если после Хода Ферзь Бьет Е6 Значит Уходить Королем на поле Аш 8 Вот это был Самый Главный Способ Избежать Мата Здесь Не нашел Али Розафи Руджа Что после Конь бьет А6 Той же Самой Жертвы Угрожает Мат Не нашел Спасительного Ресурса Он А именно Хода Слон Аш 5 Единственного Хода Который Еще Сохраняет Равенство Дело в том Что Слон С поля Аш Аш Выполняет Важнейшую Миссию Он не дает Ферзю Попасть На поле Аш 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 Защищает Поле Ж8 От Мата То есть Понимаете Да Что если Слон уходит Например куда-то По диагонали Например там Слон Д7 То следует Ферзь Ж6 И мат Черному Королю Неизбежен Здесь же После Слон Х5 Угрожает Ферзь Ж5 Поэтому Конь Ж4 Тогда Слон Бьет Ж4 Ферзь Ж6 Казалось бы Вроде бы Мат Практически Неизбежен Так например Король Ж8 Играть Плохо Из-за того Что Белые Просто Забирают Слона И получают Страшные Силы Атаку Слон Ф5 Самое Точное Можно Конечно Еще Сыграть Ферзь Х4 Но здесь Надо Считать Ход Ладья Е5 Угрожает Ладья Ж5 Угрожает Взятие И ладья Ж5 Но здесь Вариант Опять же Ничейный Слон Бьет Ф3 Жф И король Ж8 На ладья Ж5 Черные Спасаются Объявляя Вечный Шах Ферзь Е1 Король Ж2 Ферзь Д2 И так далее Дело в том Что на король Ж3 Мы даем Шах С поля Е1 И черный Король Не имеет Права Ити вперед Потому что Подследует Ферзь Ж1 И размен Ферзей Ну а так После хода Король Ж2 Ферзь Д2 Получалась Ничья Самое простое После слон Бьет Ж4 Ферзь Ж6 Сыграть Слон Ф5 Осуществить Вот такое Перекрытие И после Слон Бьет Ф5 Сыграть Ферзь Х4 Защищаясь От мата Ну и дальше Возможно Следующее Продолжение Ж3 Единственный Ход Ферзь Х6 Теперь Белые Просто Разменивают Съедают Ладью И получается Вот такое Ладейное Окончание Которое Конечно же Ничейное 3 на 3 Все пешки Значит У белых В принципе Хорошие У черных Пешки Раздробленные Хоть и Две Из них Проходные Но компьютер Говорит Что это Абсолютное Равенство Но как вы Понимаете После ферзь Бьет Е6 Партия Закончилась Трагически Али Розафи Руджи Сыграл Слон Силы удар Копытом И после Жх Ферзь Бьет А6 От мата У черного Короля нет Никакого Спасения Ферзь С7 Ферзь А7 Шах Король Ф8 Ферзь А8 Слон Ж8 Ферзь А6 И здесь Ферруджи Сдался Поскольку На ферзь Ж7 Последует Ферзь Д6 Шах И после Король Ф7 Ферзь Е7 Мат Вот такая Вот Очень красивая Партия Где Магнус Карлсон Пожертвовал Две Пешки И качество Али Роза Ферруджи Мог Конечно Спастись Но для Этого Нужно Было Обладать Нечеловеческими Силами Ферруджи Оказался Обычным Белковым Шахматистом Поэтому Ошибки В его Партии Вполне Объяснимы Ну что ж Друзья Перевели Дух Идем Дальше Белыми Играл Пентала Харикришна Черными Играл Максим Ваш Евограф Е4 С5 Конь Ф3 Д6 Д4 СД Конь Д4 Конь Ф6 Конь С3 А6 Слон Е3 Е5 Конь Ф3 Слон Е7 Слон С4 Рокировка Рокировка На доске Сицилианская защита Вариант Найдерфа Слон Е6 Слон Б3 Б5 Ладья Е1 Ферзь С7 Конь Х4 И после Конь Д7 На доске У нас Появилась Новинка То есть Ранее Коня На поле Ф5 Но тогда Белые Играли Слон А6 На ладья Е8 На ладья Е3 И одна Из партий Например Несипяну Гопал Закончилась Симпатичной Ничьей Черные Играют Б4 Белый Прыгают Конем На поле Д5 Конь Бьет Д5 Слон Бьет Д5 Ферзь Бьет Д5 Ферзь С6 И белый Здесь Прыгают Конем На поле Ф5 Такой вот Изящный Прыжок Брать Его Нельзя Из-за Хода Ладья Ж3 Ну и После Ферзь Бьет Д5 ЕD Получилась Позиция Примерно Равная То есть Конь Конечно Нависает Грозно Над позицией Черных Но брать Его нельзя Черные Могут Просто В принципе Заканчивать Развитие Ходом Конь Д7 И белые Здесь Никак Не могут Ничего Выгадать Значит Давайте Вернемся Конь Д7 Конь Ф5 Слон Бьет Ф5 ЕF Теперь В отличие От Того Что мы С вами Видели В партии Предшественницы У белых Преимущество Двух Слонов Б4 Конь Д5 Конь Бьет Д5 Слон Бьет Д5 Ладья Б8 Слон Б3 А5 Ферзь Ф3 Конь Б6 Играют Черные И после Ладья Д1 Слон Ф6 Здесь Белые Получают Перевес После Слон Бьет Б6 То есть Преимущество Двух Слонов Заключается Еще и в том Что Одного Из них Можно Поменять После Ладья Бьет Б6 Ладья Д5 Ладья С6 Ладья Д1 А6 Слон А4 Белые Захватили Очень серьезную Инициативу Пешка На поле Д6 У черных Слаба Ладья С4 Ладья Бьет Д6 Ну и после Ладья Ф4 Ферзь Е2 Ладья Бьет Ф5 Скинули Пешку Вовремя Сумели Наладить Оборону И в результате Максим Вашьевограф Перевел Игру В окончание С разноцветными Слонами При ладьях Что очень важно Ну и сумел Вполне себе Легко Защитить Подобного Рода Окончание Несмотря на Две Лишних Пешки У белых Пешки Блокируются И это Ничья Просто Мертвая Ничья Поскольку Просто Стоят Черные И белые Никак не могут Здесь Прорваться После Долгих Можно сказать Безуспешных Попыток На 64 ходу Соперники Согласились На ничью Ну вот такая вот Видите Действительно Блокада Король никак не подходит Пешка на поле Опять не идет В общем Максим Вашьевограф В этой партии Чудом спасся Где-то Конечно Могли Белые Сыграть посильнее Но поскольку Партия не представляет Никакого особого интереса Мы с вами Идем Дальше Белыми играл Нилис Гранделиус Черными играл Александр Донченко Александр Донченко Это дебютант Этого Супер турнира Который В последнюю очередь Узнал о том Что ему предстоит Играть на этом турнире Поскольку Даниил Дубов Который до этого Заявлялся На этот Супер турнир Не смог Принять участие Из-за того Что Он контактировал С человеком У которого оказался Положительный тест И вот такая вот Интересная судьба Сложилась То есть Александр Донченко Вообще не готовился И его Закинули Что называется В гущу К сильнейшим Шахматистам Итак Е4 Играет Нилис Гранделиус Е5 Отвечает Александр Донченко Конь Ф3 Конь С6 Слон С4 Конь Ф6 Д3 Слон С5 Играют черные Рокировка Д6 С3 А6 Владяй Е1 Слон А7 На доске Итальянская партия Ну и давайте Опять же Посмотрим Без особых Комментариев Я покажу Лишь Один Важный момент Который был В этой партии И который Соответственно Необходимо Осветить А именно То что Получилось Окончание Конь против слона У белых Небольшой перевес Белые прицепились К пешке На поле А5 Успешно Ее Выиграли Но у черных Есть очень серьезная Контр-игра И после Король Е4 Владя А7 Владя Д1 Шах Король Х2 Владя Д7 Черные Грозят ходом Король Д3 Начать Отъедать Пешки белых Поэтому белые Играют Владя А1 Теперь Король Д3 Конечно Играть нельзя Из-за Владя Д1 И теряется Владя Ну и вот здесь Александр Донченко Допускает Очень серьезную Ошибку Играя Владя Д2 Нападая на пешку На поле Ф2 И позволяя белым Перегруппироваться И выиграть Это окончание Ничьей К ничьей Приводил ход Ф4 Идея его Выясняется В варианте Что на Владя Е1 Черные Играют Король Ф5 И что очень важно Черные могут Пойти Затем Владей На поле Д3 У белых У белых Не будет Хода Владя Е3 Того Самого Ресурса Который Мы сейчас С вами Увидим Произошел В партии Итак После Владя А1 Владя Д2 Это очень Грубая Ошибка Владя Е1 Шах Король Д3 Теперь Конечно Пешку На поле Е6 Забирать Можно Но тогда Черные Будут Тоже Какие-то Пешки Кушать Белые Просто Играют Владя Е3 Шах И после Король С4 Играют Ф4 Все Финита Ля Комедия Вся Контра Игра Черных Заходит В тупик А белые Просто Идут Своим Королем К слабым Пешкам Соперника H5 Король Ж3 Владя Д3 Последний Шанс Пробует Александр Донченко Перевести Игру В пешечные Окончания Но пешечник Оказывается Абсолютно Проигранный Просто Потому Что У черных Не хватает Темпов После Король Е3 У белых Во-первых Лишняя пешка Ну и после Король Ж5 Выясняется Что белые Очень легко Побеждают Они ставят Пешку На С4 На Б5 Затем Отвлекают Короля Идут На поле Ф6 Съедают Пешку На поле Е6 И проводят Пешку Ф Ферзи Вот такой Незатейливый План Соответственно Поэтому Александр Донченко На 47 Ходу Признал Своё Поражение Идём Дальше Белыми Играл Родослав Вайташек Черными Играл Давид Антон Гехара Д4 Конь Ф6 С4 Е6 Конь Ф3 Д5 Ж3 Слон Б4 Шах Слон Д2 Слон Е7 На доске После Слон Ж2 Конь Д7 Ферзь С2 С6 Новоиндийская Защита Рокировка Б6 Ладья Д1 Слон А6 Вот у нас Контуры Новоиндийской Защиты Возникли Б3 Рокировка А4 А6 А5 Ферзь С8 Конь А3 С5 Ферзь Б2 БА Слон Бьёт А5 Ладья Б8 Ферзь А2 ДС Конь Бьёт С4 Слон Б7 Ладья С1 Игра Идёт На ферзевом фланге На королевские стороны Пока вообще даже не смотрят Слон Д5 Слон Д2 Конь Е4 Слон Ф4 Ладья Б7 Конь Д2 Играет Радослав Вайташек Пытаясь Прогнать Коня С поля Е4 Это ему Удаётся Конь Бьёт Д2 Слон Бьёт Д5 ЕД Конь Бьёт Д2 Ферзь Д8 Ферзь А6 Ну и произошли Небольшие Упрощения И дальше Давайте особо Без комментариев Поскольку Здесь позиция Получилась Сухонькая Ладейное окончание Без пешки Все пешки На одном фланге И конечно Это хорошо известная ничья Ничегошеньки Здесь белые Сделать не могут При точной игре Чёрных Ну и в результате Собственно Белые попытались Поиграть на победу Но конечно Это Ни к чему Не привело Чёрные нигде Не ошиблись Ладья у них Очень активная И даже несмотря на то Что вроде бы Белые задвинули пешку На поле Е6 Всё равно Это ничья Поскольку Чёрные просто Шахуют себе И ничего Белые сделать Не могут В результате На 67 ходу Соперники Согласились На ничью Ну опять же Мы с вами договорились Ещё Давным-давно Что Если в партии Не было особо Ничего интересного Никакой борьбы Мы её с вами Быстренько проматываем Но обязательно Просматриваем Для статистики То есть На моём канале В обзорах Вы смотрите Именно Все партии Никакие партии Мы с вами не пропускаем Ну а сейчас Идём дальше Белыми играл Аниш Гири Чёрными играл Ориан Тари Е4 Е5 Конь Ф3 Конь С6 Слон Б5 Конь Ф6 Д3 Слон С5 Слон БЁ С6 ДЦ На доске Испанская партия Берлинская защита Рокировка Слон Ж4 Х3 Слон Х5 И здесь Аниш Гири Играет Ж4 И Ориан Тари Применяет Очень интересный вариант Когда чёрные Жертвуют Фигуру За две пешки После Конь бьёт Ж4 ХГ Слон Бьёт Ж4 Слон Е3 Но на самом деле Всё это хорошо известно Ещё в теории Гроссмейстеры знают Как здесь реагировать Слон Е7 Король Ж2 Ф5 Ферзь Е1 Слон Бьёт Ф3 Король Бьёт Ф3 Ф4 Слон Д2 И Ж5 Конечно Без знаний теории Здесь Играть Очень опасно Но Аниш Гири Играет Слон С3 После Слон Ф6 Конь Д2 Ферзь Е7 Ладья Х1 Х5 Конечно Видно Что у чёрных Есть серьёзная компенсация За пожертвованную фигуру Король у белых Необеспеченный И армада пешек На Королевском фланге Король Е2 И вот здесь Ариан Тари Допускает Очень серьёзную ошибку Играя Ж4 Сразу То есть Не надо было Позволять белым Осуществить блокадный план Который они Блестяще осуществили В партии Здесь надо было Просто Играть Длинная рокировка Не нужно Сразу же Накидывать пешки То есть Не нужно Определять свой план Нужно Действовать гибче После Ф3 Ладья Ж8 Ферзь Ж1 К примеру Показываю Возможное продолжение Напали на пешку На поле А7 Тогда Б6 А4 Король Б8 Ну и позиция Получается Очень сложная На самом деле То есть У белых Король необеспеченный Чёрные Теперь уже Где-то грозят Добраться до Белого короля И компьютер Говорит что здесь Позиция Примерно равная То есть У белых Небольшой перевес Там в районе 0.3 Ну конечно Этот перевес Никак не может Считаться решающим После же хода Ж4 И точного хода Ф3 Со стороны Ани Шигири Ж3 Тут то и Получилась блокада После короля Ф1 А4 Ладья А3 А5 А4 Б6 Король Ж2 Мы видим что Две фигуры Белых Король и Ладья Заблокировали полностью Все проходные Пешки Чёрных И теперь Лишняя фигура Конечно Должна Сказаться Дальше Давайте без Особых Комментариев Поскольку Ани Шигири Всё сделал Грамотно Он Перегруппировал Свои Фигуры В нужный Момент Начал Маневрировать С целью Выявить Ослабление В лагере Чёрных До поры до времени Чёрные Держались Но вот ходом С6 Белые Уже Пытаются Вторнуться В лагерь Чёрных Им это В итоге Удаётся И после этого Уже идёт Просто Растяжение Обороны Ферзь А7 Напали на ладью Ферзь Д8 Держимся Из последних сил Слон Б2 Напали на пешку На поле Е5 Где-то в вариантах Опять же Всё везде Подвисает Где-то С3 Д4 Грозит Видно Что Не хватает Фигуры У чёрных И компенсации За это Нет Ферзь С8 Последовало Ферзь Е7 Напали на пешку Ну и после Слон Ф8 Это уже Зевок Хотя спасения Не было Последовал Пролом Ходом Коммент Ф4 И здесь Чёрные сдались Дело в том Что на взятие Последует Шах С поля Ф6 Ну и дальше Уже Следует Просто матовая Атака Ферзь Ф7 Шах Приходится Идти королём На поле Х6 Тогда белые Просто пробивают Оборону На поле Х4 Чёрных Ну и здесь Уже просто Матовая Атака Идёт Спасения Никакого Нет У чёрных Что тут Можно сказать Ориентари Фактически Допустил Одну единственную Ошибку Позволив Белым Заблокировать Вот эти самые Проходные Пешки Получилось Так что Компенсацию За пожертвованную Фигуру В итоге Чёрные Не получили И в этой партии Они медленно Но верно Загнулись Идём дальше Белыми играл Фабиано Круана Чёрным играл Йордан Ван Форест С4 Е6 Конь С3 Д5 Д4 С5 Е3 Конь Ф6 Конь Ф3 А6 СД ЕД Ж3 С4 На доске Ферзевый Гамбит Улучшенная Защита Тараша Слон Ж2 Слон Б4 Слон Д2 Рокировка Б3 Слон Ф5 Рокировка Слон Д3 Ладья Е1 Конь С6 Конь Е5 Играет Фабиано Круана Продумав Практически Полчаса И после Конь Бет Е5 ДЕ Слон Бет С3 Слон Бет С3 Конь Е4 Положение Немножечко Проясняется Чёрный Как мы видим Доминирует В центре Слон Б4 Ладья Е8 Ф3 А5 Слон А3 Конь С3 Ферзь Д2 Конь Б5 И после Слон Б2 А4 Действительно Кажется Что инициатива У чёрных Хорошая Ф4 А3 Слон С3 Ферзь Б6 Слон Б4 Ладья Д8 Ладья С1 Слон Е4 Играют Чёрные В попытке Разменять Белопольных Слонов И здесь Белые Играют Слон Е7 Нападая На ладью И вот здесь Наступил Первый Критический Момент В партии Чёрные Ошибаются Играя Ладья Е8 И теперь Уже Нету Никакой Связки Как мы С вами Видим Здесь На самом деле С3 Приводило К ничьей Причём Достаточно Сложный Но Интересный Теперь Если Слон Бьёт Д8 То тогда СД Нападая На две Ладьи Пешкой Конечно Слон Бьёт Б6 Временно Сейчас Как мы Видим У белых Лишняя Ладья Но После Конь С3 Ещё Одного Точного Ответа И Теряется Пешка На поле А2 После Ладья Д1 ДЕ Ладья Бьёт Е1 Конь Бьёт А2 Чёрные Получают Действительно Хорошие Шансы На победу У них Сейчас Проходная Пешка А Которая Будет Здорово Отвлекать Силы Белых После Хода С3 Самое Точное Сыграть Ладья Бьёт С3 Тогда Конь Бьёт С3 Слон Бьёт Д8 Ферзь Бьёт Д8 Ферзь Бьёт С3 Ну и После Ладья С8 Позиции Абсолютно равные Итак После Хода Слон Е7 Ладья Е8 Ошибается Йордан Ван Форест Круана Тут же Этим Пользуется Забирает На поле Е4 Слоном И Забирает Пешку На поле С4 Нападая На коня На поле Б5 Ладья Бьёт Е7 Ферзь Б4 Ладья С7 Ферзь Бьёт Б5 Ферзь Б5 СБ И после Ладья С8 Ладья Бьёт С7 Ладья Бьёт С7 Возникло Ладейное Окончание Которое Конечно же При точной Игре Должно Оказаться Ничейным Ну и Вот здесь Начались Действительно Приключения Белые Играют Ладья Д1 Черные Играют Ж5 В попытке Расшатать Вот эту самую Мощную Цепочку Белых На королевском Фланге Б6 Ладья С6 Ладья Д8 Шах Король Ж7 Ладья А8 Ладья С1 Шах Король Ж2 Ладья С2 Шах Король Аш3 Жф Играет Йордан Ван Форест Не попадается Ни в какие Ловушки Ладья Бьёт А2 Играть Намного Хуже Из-за Фж На А6 Взяли Взяли И после Король Ж4 Король Проникает На поле Ф4 Затем Съедает Пешку На поле Е4 Ну и у Белых Получается Большой Перевес На самом деле В окончании Итак После Король Х3 Жф Жф Ладья Бьёт А2 Король Ж4 Ставит Ловушку Фабиана Круана Своему Сопернику И тот В неё Попадается К ничей Приводил Ход Ладья Ж2 И на Король Ф5 Нападая На пешку На поле Е4 А2 Теперь Пешка Отвлекает Здорово Силы Белых Чёрные Напали На пешку На поле А2 Позиция Опять Получалась Здесь Равной Но Ладья Бьёт А2 Играет Сразу Йордан Ван Форест После Ладья Бьёт А3 Допускает Ещё Одну Ошибку Играя Ладья Б2 Здесь Ладья Ж2 Ещё Приводила К ничьей После Короля Ф5 Ладья Б2 Ладья С3 Ладья Бьёт Б6 Ладья С7 Белые Пытаются Давить Но Здесь Чёрные Спасаются Единственным Точным Ходом Король Ж8 И после Король Бьёт Е4 Х5 Король Ф5 Х4 Король Ж4 Х3 Пешка Мчится На всех Парах И после Король Бьёт Х3 Ладья Б3 Пешка На поле Е3 Теряется И получается Равное Ладейное Окончание Итак После Ладья Бьёт А3 Ладья Б2 Ошибается Йордан Ван Форест И здесь Ошибается Также и Фабиано Круана Играя Ф5 Надо сказать Что Вот здесь Конечно Соперники Играли Эту часть Партии Далеко Не идеально Здесь Прошёл Контроль На самом деле Добавилось Время И вот Конечно Фабиано Круана Поторопился Ходом Ф5 Он побеждал Ходом Ладья А8 Но это Сложно Было Понять То есть Отдаём Пешку На поле Б6 Но тогда Ф5 С угрозой Ф6 Ладья Б2 Тогда Ф6 Шах Король Ж6 Ладья Ж8 Шах Король А6 И король Ф4 То есть Короля Отогнали Оттеснили А далее Белый сыграет Ладья Ж7 Ладья Бьёт Ф7 И что Самое Главное Успеют Задержать Проходную Пешку Поскольку Белый Спрячется В тени Значит Своей Пешки На поле Е3 От Каких-то Возможных Шахов Здесь Белый Побеждали Ну а После Ф5 Уже Все Шансы Все Упущены Йордан Ван Форест Точной Игрой Провел Пешку На поле Х2 Которая Отвлекает Силы Белых Здорово Ну и Здесь После Ладья Б5 Напал На две Становится Очевидной И Здесь Уже На самом Деле Белые Начали Играть Не на Победу А на Поражение После Король Ж5 Е6 Еще Нашелся Точный Ход Вадья Бьет H2 Уже Вообще Проигрывает То есть Белые Вроде бы С лишней Пешкой Остаются Но Черный Король Просто Здесь Все Съедает Ну а После Е6 Это Ничья ФЕ ФЕ Вадья Б6 Вадья Бьет H2 Вадья Бьет Е6 И Соперники Согласились На Ничью Ввиду Практически Полного Истребления Сил Таким Образом Друзья Мы с вами Посмотрели Все Партии И мне Не остается Ничего Иного Как Вместе С вами Посмотреть Положение Участников После Первого Тура Внимание На Экран Результаты Участников То есть Кто Как Сыграл Вы Сейчас Видите На Ваших Экранах И Также Турнирное Положение У нас Следующее С первого По третье Место Делят Магнус Карлсон Аниш Гири И Нильс Гранделиус Сегодня Они Сумели Одержать Победы На рубеже 50% Максим Вашилограф Ян Шиштоф Дуда Давид Антон Гехара Йордан Ван Форест Фабиана Круана Пентала Харикришна Радослав Вайташек И Андрей Есипенко И замыкают Турнирную Таблицу Али Рыза Феруджа Александр Донченко И Ариан Тари Впереди Еще 12 Туров Друзья Если обзор Вам понравился То не забудьте Поставить лайк Подписаться На канал Нажав на Круглую Кнопку С изображением Фигурного Коня Которая Возникает Прямо сейчас Посередине Этого Ролика Также Можете Под видео Нажать Красную Кнопку Подписаться Сделав Ее Серенькой И обязательно Проделав Несложные Эти действия Включите Колокольчик И включите Показывать Все уведомления Таким образом Вы не пропустите Все интересные События Проходящие На моем Канале Также Для вашего Удобства Если вы Щелкните По левой Конечной Заставке То вы Посмотрите Обзор Предыдущего Тура Справа Будет обзор Следующего Тура Таким образом Вы не пропустите Обзор Всего Супер Турнира Надеюсь Что такие Действия С моей стороны Максимально Упростят Вам Навигацию По моему Каналу Еще раз Ставьте лайки Еще раз Подписывайтесь На канал Если вдруг Кого первый раз Не уговорил Играйте В шахматы Любите шахматы Друзья И увидимся На обзоре Следующего Тура Супер Турнира Тата Стил Чест Торнамент Который Проходит В городе Вейконзе Счастливо